Значит, нам дан куб, поэтому куб мы сразу нарисуем. Куб мы сразу нарисуем. Так, картинку нам надо только сделать. Чуть сюда. Так, это ФИПИ, геометрия, там на первом листе все это находится. Так. Кубик, да, нарисовать не сложно, быстренько его нарисуем. Раз. Два. Три. Четыре. Можно от руки, в принципе, тут нарисовать. Некоторые линии лучше, конечно, рисовать по линейке. Что мы потом будем наращивать, эту картинку. У нас могут быть проблемы потом. Вот так вот. Вот так. Значит, да, у нас куб АБЦД. Серебра по 5, да? АБЦД. Сейчас обозначим. Вот так я сделаю. Там у нас будет точка С. Так. Так. И вот так. АБ, вот там у нас С, тут Д. Ну, аналогично вверху, я, может, не все будут точки ставить, чтобы нам не мешалось. А1, тут, соответственно, у нас Б1, тут С1 и Д1. Что дальше у нас сказано? Серебра по 5. На его небе ББ1 отмечена точка К. Так что, так что КБ равно 4. Точка К. Ну, соответственно, если он 5, значит, где-то одну пятую мы отрезаем. Вот здесь будет точка К. Так что КБ равно 4. Вот аккуратно. 4. Тут у нас тогда 1, да, соответственно, получается. Так. Дальше идём. Через точки К и С1 проведена плоскость. Параллельная прямой БД1. Это уже интереснее пошло. Прямой БД1. Сначала мы эту прямую проведём. Что такое БД1? Это диагональ куба. Она идёт отсюда и идёт вот сюда. Она получается отсюда и отсюда вот так. Так, раз, два, четыре. Это я немножко сделаю другим цветом. Красная. Она же диагональ куба. Да, значит, через точку КЦ1, да, и параллельную плоскость КЦ1 и параллельную вот этой линии. Ещё одна точка. Да, что плоскость, нам нужна ещё одна точка. Значит, как мы поступим? А так нельзя точку здесь? Ну, плюс-минус понятно уже, где она будет. Не, ну вот, по нему... Не, ну я имею в виду БЦ1, БЦ1, она же будет в центре. А, в центре чего? Вот эта вот. Вот эта? БЦ1, 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 БЦ1. Я так думал. Ну, в смысле, мы же точки параллельно переносим? Мы сюда. Мы сейчас вот так поступим. Мы параллельно, чтобы нам плоскость-то получить, мы сделаем параллельную линию, прямой БД1. параллельную. А как мы сделаем, мы... Ну, у меня такое личное предложение. Мы нарисуем рядышком ещё один куб, точно такой же. Точно такой же кубик. И тогда мы у нас диагональ, она вот так пойдёт. Вот ровно в С1. И мы тогда легко нарисуем эту плоскость. То есть мы сейчас что сделаем? Я нарисую ещё один кубик, прямо пристыкую к нему. Вот так раз. Сюда пошли. Вот он сюда. Вот такой у нас кубик получается. Это мы делаем сейчас параллельный перенос. Параллельный перенос – это очень распространённый на самом деле метод. Это рисование, когда мы говорим о плоскости. Так, параллельно. Вот он двигаем, это получается вот здесь. Короче, как-то вот так, да? Ну и там, соответственно, тоже вот эти невидимые пунктирные линии делаем. Ну, честно, через второй кубик потом очень легко всё решается, честно говоря. Можно и по-другому как-то делать, наверное. Но, честно говоря, всё потом так просто становится. Ну, относительно, конечно, просто. Вот, я тут чуть-чуть промахнулся. Делаем параллельный перенос BD1 вот в эту точку. Это у нас, обзовём её вот B2. Да, да, она пойдёт у нас, тоже я красную не сделаю. Она из этой точки пойдёт вот в эту. Так, и... Так, она вылечается, да? Так, 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 так. Короче, вот так. Всё, и тогда плоскость у нас уже видна. Её можно даже как-то нарисовать. Значит, через точки КЦ1 и параллельной прямой BD1. Вот мы делаем параллельную прямую. Вот у нас получается раз точка, два и плоскость. Мы можем их замкнуть уже в треугольник, на самом деле, да? Чтобы она была видна. Ну, вот как-то она вот так у нас пойдёт. Вот так, да? И вот сюда мы, соответственно, сразу сейчас линию нарисуем. Вот отсюда и сюда. Вот треугольник у нас получается. То есть, мы обозначим нашу плоскость в виде треугольника. Какая у нас линия, короче, да? Вот. Значит, мы делаем параллельный перенос. Мы говорим, да? Можно тут рядом с картинкой сказать. У нас первое, да? Параллельный перенос. Идёт перенос. У нас BD1 перенеслось параллельно в B2C1, да? Значит, мы сбоку пристроили, да? Пристроили точно такой же куб. Точно такой же куб. Тогда плоскость, про которую идёт речь, тогда плоскость альфа, да? Плоскость альфа. Плоскость альфа – это есть плоскость B2C1. Вот эти три точки, они образуют нашу плоскость. Так, и первый вопрос. Докажите, что ребра А1П и ПВ1 относятся как три к одному, где P – точка пересечения плоскости альфа с ребром А1В1. Вот наша задача сейчас найти точку P с ребром А1В1 – это вот это ребро, да? где пересечёт плоскость, наша вот эта красная плоскость, точку, да? А тут уже не мудрено, да? Она её, соответственно, пересечёт очень просто. Мы, если эту сейчас линию продолжим, B2K, да? Мы её продолжим. Вот у нас B2, вот у нас K. Вот мы вот так вот получается на цвет. Цвет, 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 цвет красный. Так, мы вот так чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Вот сюда мы продолжаем её. Чёрной. Вот. Мы её продолжаем, вот она. И она образует точку P. Вот ту самую точку P, о которой идёт речь задачи, да? Вторым действием мы продолжаем. Продолжим. 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 Мы получаем B2K до A1, B1, да? Получаем точку P. Вот она, точка P. Так, значит, первый вопрос. Надо доказать. Доказать, что A1P, A1P, это вот этот отрезочек, относится к PB1, как 3 к 1. То есть, то, что он её разделил, в отношении 3 к 1. 3 к 1. Значит, что мы сделаем сейчас? Мы рассмотрим вот такую картинку. Вот смотри. Вот здесь у нас образуется треугольник. Вот у нас есть просто тут искомая длина, видишь? Вот эту нам... Вот если мы найдём эту длину и эту отдельно, да? Мы быстро и найдём их отношение. Поэтому я рассмотрю вот эти два треугольника. Вот они, да? Они подобны. Да, они будут подобны. Они будут подобны, да? Вот треугольничек я тут коротко нарисую. У нас вот такая тут картинка, так схематично, да? У нас получается B1P, это у нас точка K, это точка B, это B2. Два подобных треугольника, да? Почему они, кстати, подобны? Давайте понимаем. По двум углам. По двум углам. Ну, например, вот здесь у нас 90, да? А вот эти у нас вертикальные, да? Два подобных треугольника. Треугольника можно пометить по двум углам, да? Два вертикальных угла и два прямых угла. Значит, два здесь у нас единица, вот здесь у нас четвёрка мы знаем, да? Снизу пять. Снизу у нас сразу пятёрка вот здесь, да? Тут у нас пятёрка. Ну, мы тут же тогда несложно нам найти и B1P, да? Сразу видно, что B1P относится к B2P, так же, как B1P относится к KB, да? Ну, и всё тут у нас. Мы B1P сразу найдём, да? Тут у нас 5, тут у нас 1, а тут у нас 4, да? Нет, вот сюда B1P у нас. Ну, это 8, да? Нет, почему 5, четвёртый? 5, четвёртый, да? Пятёрка сюда набегает. Ну, пускай 5, четвёртый. Вот так нам пойдёт. 5, четвёртый, да? Ну, всё, можем найти истовуюся к чему. Да, потому что тогда ничего не остаётся сделать. Тогда у нас получается точка A1P, соответственно, это 5 минус 5 четвёртых. Причём у нас получается 5 минус 1 целое... 15. 3 целых 3 четвёртых, да? 3 на 4, да? Короче, 15 четвёртых. Ну, всё уже им. Да, и тогда отношение тут уже, значит, A1P относится к B1P. Как в 15 четвёртых относится к 5 четвёртым, да? Да. И получается как... Ну, 3 к 1. Всё, да? Ну, и требовалось догадать. То есть, пункт А мы доказали 1 балл. Это у нас... Так, идём дальше. Теперь по второму. Второй части теорема, да? Да, трёх перпендикулярных. Прямая лежащая плоскости, вот она, M маленькая, перпендикулярно наклонной тогда и только тогда, наклонная это вот эта линия, когда она перпендикулярна проекции этой наклонной на данную плоскость, да? Ну, или вот другие формулировки, да? Если прямая перпендикулярно наклонной, то она перпендикулярна и самой... А проекции наклонной, то она перпендикулярна и самой наклонной. Это раз теоремка нам нужна. Так, ну, идём дальше мы, да? Идём дальше. Значит, задача, найдите угол наклона. Найдите угол наклона плоскости, да? К грани B, B1, C, 1, C, да? Сначала вот здесь, вот, когда посмотрим, вот, картинку, да? Вот наша плоскость B, B1, C, это вот эта стенка, которая разделяет два куба, да? То есть, нужно вот между этой плоскостью, надо найти, и, по сути, вот, вот этой стенкой. Так. Чтобы найти угол между плоскостями, плоскостями, что такое угол между плоскостями? Это угол между перпендикулярами, проведёнными, ну, из этих плоскостей к линии пересечения плоскостей. То есть, вот она, линия пересечения плоскостей, так, и вот нам оттуда надо вот к этой линии вот сейчас перевести перпендикуляры, так? Вот так. Поэтому мы давай будем это фиксировать. У нас B часть идёт, да? Вот здесь, наверное, пойдём. Это B у нас. Значит, мы проведём, да? Проведём, фирмами, проведём высоту, да? Высоту, получается, B1N. B1N. Так? Где она у нас пойдёт? Давай на эту картину. Я попытаюсь сначала здесь, конечно. и вот у нас что получается. То есть, вот отсюда мы проводим и высоту. Это уже у нас треугольник KB1C1, да? И вот туда проводим высоту. Вот этот первый пик, перпендикуляр. И вот тут у нас точка N. Вот здесь она получается, да? Вот у нас точка, да? Значит, знаешь, что сделано? Здесь, например, делаем подделение. Я вот этот кусочек возьму, чтобы меня интересует. Так. Копируем. Потом мы сделаем вот так. вот у нас кусочек, да? И мы немножко ещё его надо увеличим. Вот у нас мы провели, да? B1N. А почему он так? Почему у меня стоп-кло? Ну, куда-то. Вот уже треугольник, вот он. B1KC1, да? Всё, понял. Просто треугольник, и мы опускаем... Кстати, он прямоугольник ещё, треугольник, да? Да. Да. Нет, здесь нет ничего. Да, там больше. Теперь мы говорим. Вот сейчас наша задача тут увидеть теорему трёх перпендикуляров. Наша задача. Вот у нас есть линия PN. PN, мы тоже сейчас проведём туда, да? PN. PN. Вот это у меня. То есть, вот у нас же в этой плоскости, да, там треугольник, да, вот тут же она продолжается. Вот красным я продолжу. Вот эта плоскость у нас вот здесь, она продолжается. вот это продолжение нашей плоскости альфа, точка P тоже в ней лежит, мы уже об этом говорили, да? И мы проводим из неё тоже, вот линию я пока соединю, PN, да? А зачем? Сейчас увидишь. PN. Да? Значит, вот у нас две плоскости. Вот первая, да? И вот у нас вторая плоскость, красная и зелёная вот эта стенка, да? Мы говорим, что B1N будет проекцией PN на плоскость, да? Вот берём PN, рассмотрим её как наклонная. Наклонная, видишь? Наклонная линия. Наклонная линия. То есть, мы сейчас роли раздаём, да? PN у нас будет, давай, проекция, так? Чё? Так, вот это у нас проведём мы высоту B1N. Ну, получается, в треугольнике КБ1N, да? Давай так. Вот у нас в теореме трёх перпендикуляров, да? Теореме тут коротко сейчас, чтобы нам было видно, да? Теорема трёх перпендикуляров. Там же что должно быть? У нас есть некая линия в плоскости, так? У нас есть наклонная и у нас есть проекция её. Всё это находится в некоторой, как бы, плоскости. У нас в некоторой плоскости, да? Вот этот перпендикулярчик мы проводим. Вот это у нас наклонная, да? Это у нас проекция. А вот это та самая прямая, да? Которая мы прямая. Давай мы сейчас будем вот так считать, что вот это у нас PN. Вот это точка P. А вот это точка N. PN. Вот она, PN. Давай поймём, кто будет проекцией. Проекцией. Вот если посмотреть, вот это, видишь, это у нас угол куба, да? Угол куба. PB1 будет явно перпендикулярно любой линии, проходящей вот через точку B1 в плоскости грани куба. Правильно? Так. То есть, мы говорим, что вообще PB1 у нас перпендикулярно плоскости вот этой грани куба. Получается, BB1, BB1, C1, C. Правильно? Видишь? Значит, PB и будет, значит, она также будет перпендикулярна, PB1, B1, N. Правильно? Допустим, да. Вот, тогда молодец, B1 поставим. Видишь? Она ей перпендикулярна, вот она наклонная, вот она ей будет перпендикулярна, значит, а значит, B1, N у нас проекция. Видишь, я вот здесь точки все расставил. Значит, получается, что B1, N, вот здесь не очень на самом деле видно, но вот здесь больше видно, да? что B1, N у нас проекция. Получается, проекция P, N, да? Проекция P, N на плоскость, на плоскость, ну, вот это грани куба, да? Грани куба. Значит, дальше мы что говорим? Ну, вот мы сказали, она перпендикулярна грани куба, да? Это у нас кто? P, B1 перпендикулярна грани куба, значит, она будет перпендикулярна грани куба, Ну, в общем, две высоты есть, угланные теми зимы. Вот это есть, это наклонная есть, там еще какое-то перпендикулярное. А, проекция у нас же, проекция B1, N у нас перпендикулярна вот этой, прямой, да? она перпендикулярна, потому что мы вот из этого пункта, да? То есть мы можем говорить, что B1, N у нас перпендикулярна прямой КЦ1, та же? Вот, да. Мы отсюда это мы видим. Значит, давай сейчас у нас теоремку, у нас тут B1, я на чему? КЦ1. А мы же так тоже. Ну, да, мы высоту провели, это по построению. Да, я имею в виду, что ПН-то тоже. ПН? Кому? ПН, сейчас мы это увидим. Тоже B1, N у нас по построению равно, да? Давай, тут надо подытожить, чтобы мы увидели эту теорему. Мы ее увидели. То есть у нас получается как, да? У нас получается, что B1, N параллельно прямой КЦ1, да? То есть КЦ1 это у нас прямая, вот она будет получается КЦ1, вот она прямая, да? По построению, да? По построению. Потом мы выяснили, что B1 проекция, да? Чудом насчет индустриярных B1, N короче, P, N у нас наклонная, да? А B1, N это же проекция, да? Проекция. Получается, проекция перпендикулярная прямой. Так. Значит, и сама наклонная, так, потеряем от трех перпендикуляров, так, от трех перпендикуляров, так, мы видим, что наклонная P, N перпендикулярна прямой КЦ1. Ц1. Вот это мы получили. Значит, вот здесь у нас, вот здесь у нас, да? Значит, P, N тоже будет перпендикулярна КЦ1. Значит, вот здесь у нас тоже прямой угол. Всё. Значит, наша задача уже сводится к нахождению углу между B1, N и P, N. Значит, мы можем сразу об этом говорить, так. Разберем дело. Значит, искомый угол угол между плоскостью альфа и плоскостью вот это B1, C1, C, да? Это угол между двумя перпендикулярами, да? перпендикулярами к общей прямой даже. Общей прямой. Общей прямой. То есть, угол B1, N, P, да? Угол B1, N, P, это искомый угол. Искомый угол. Вот самое сложное, если бы мы не использовали теорему трёх перпендикуляров, да? Там тоже можно доказать, что P, N тоже перпендикуляр, но это тёмным лесом, там вообще кучу писаний не надо. Это же очевидно, я имею в виду. Очевидно? Нет, это не очень очевидно, это надо доказывать. Не, но я имею в виду, ясно написать, что это так, а тёмно баллы дадут? Ну, фига, ну, серима, по трёх перпендикуляров, могут баллы, ну, один дадут за первую часть. Не, понятно, я имею в виду, там же два балла за Б-часть. Я думаю, если... один балл, это же двухбальная задача. Да, ничего не дадут, Ты либо обосновал, либо ты не обосновал. То, B1NP, это искомый угол. Всё, осталось найти этот искомый угол. Давай там мы переходим к плоске задачи, да? Так, что там мы знаем, да? Что там мы знаем? Что мы не знаем, да? Так, надо рассмотреть такой треугольничек. B1, значит, у нас вот получается К, B1, C1, вот есть треугольничек, так? Вот он, вот этот, да? Для начала. Для начала. А угол-то он находится вот он, да? Вот в этом треугольнике, по сути, да? П, B1N, да? тоже в треугольном. Ну, найдёмся. То есть, искомый угол находится в треугольнике B1NP, видишь? B1NP, ну, как и название самого угла. А он будет, этот треугольник, какой? Перпендикулярный, прямой угол, вот этот, B1NP у него, Ну, это же ребро куба, а там просто как бы, говорили о них. PB1NP перпендикулярно любой прямой проходящий. Значит, мы сначала рассмотрим треугольник вот такой. Треугольник такой, давай вот здесь мы его рассмотрим. мы рассмотрим треугольничек. К, B1, там получается у нас цель. Так, ну, найдём гипосинусу. Вот у нас НК, тут есть, КБ1 у нас единица, B1, C1 у нас пятёрка, правильно? B1, 90. Мы B1N хотим сейчас найти. B1N найти. B1, 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 умножить. Можно по почте найти. Есть там теорема, что, по-моему, высота является среднепропорциональным между, там, чем-то такое, да, Давайте по по площади найдём. По площади? 1 2 а на б на синус альфа Найдем площадь Площадь 1 умножить на 5 пополам Можно найти гипотенузу Потом можно найти гипотенузу пополам Можно через подобные треугольники Ну давай через площадь Предложение принято Площадь у нас треугольника Половина произведения катетов 1 2 1 на 5 2 с половиной С другой стороны Мы можем найти гипотенузу Гипотенуза КС1 Это у нас корень из 1 квадрат То есть 5 квадрат Корень 26 Нашли Получается что высота умножить на 1 Тогда у нас получается что По площади То есть С у нас с другой стороны равна 1 2 Высота В1 Н умноженная на сторону Вот эту КС1 То есть корень 26 И она равна 5 вторых да мы выяснили Ну и гипотенуза уходит Да Дольки уходят И у нас что остается 5 делить на В1 Н у нас равно 5 делить на корень 26 Да? Угу В1 Н мы нашли Теперь А теперь рассмотрим вот этот треугольничек Вот это у нас Все секунду Вот это доказательство Первое это у нас было В1 да? Рассуждение Потом Вот это у нас Ну вот это вот до сюда В1 у нас все рассуждение Вот это у нас пошли В2 у нас как бы В2 да? Да? Вот это рассуждение В3 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 мы сделаем так В3 Мы рассмотрим треугольник Который является нашим углом Вот этот В1 НП В1 НП В1 НП В1 НП Мы выяснили что ребро куба будет перпендикулярно Да? Вот всей плоскости куба грани Соответственно вот этот В1 у нас прямой угол Да? И В1 П известен В1 П мы уже нашли В предыдущем да? Сколько он там был? В1 5 что-то По-моему 5 четвертых что ли? Да 5 четвертых В1 П у нас 5 четвертых В1 П у нас 5 четвертых Мы нашли А В1 Н мы нашли только что да? 5 на корень 26 Это прямой угол А нас В1 НП Вот этот угол нас интересует Ну да Можем тангенс угла составить В1 П у нас Тангенс угла получается 5 четвертых да Разделить на 5 корень 26 Получается В терке уходит Корень 26 на 4 Да? Ну все получилось Закончили и закончили Ну тогда угол соответственно Из Камы да? Ну артангенс Артангенс Корень 26 на 4 Я честно сказать не понимаю Почему такие числа дают Не красивые? Ну да Я думаю никому не будет хуже Если числа будут Ну не знаю Во второй части не красивые Я понимаю что этот человек будет Все остальное Ну я думаю Тоже бы не красиво Было бы легче Если бы там вот эти Было бы обычные числа Да Было бы конечно легче И нам легче Ну там ничего не меняется По сути Так сейчас мы немножко Еще посмотрим Вот картинку К этой задаче Да Вот у нас картинка Вот да? Вот мы проводили вот точка B1 Да? Вот мы видим Вот этот треугольник Да? Вот сюда четко Иначе он прямоугольный Да? Вот же у нас Точка P Вот это точка K Вот она N Точка у нас Да? Вот прямогольный треугольник Вот он С тех сторон Посмотреть Мы проводили здесь Перпендикуляр Сюда Произвольный Да? Вот еще раз Смотри Получилось Терема трех перпендикуляров Мы вот сюда провели Перпендикуляр Потом мы рассматриваем PN Как наклонную Да? Наклонную И выясняется Что B1N У нас Проекция Ввиду вот тут Видно Если он прямоугольный Треугольник Да? Значит Это получается Проекция Если наклонная У нас А если проекция Перпендикулярна Наклонной Линии Линии Да? Значит И сама Наклонная Тоже будет ей Перпендикулярна И мы вышли На Вот этот уголочек Это то Что ему нужно Это будет Раз Перпендикуляр И два Перпендикуляр Без этой теоремы Сложно было Показать Что именно Вот этот Тоже будет Перпендикуляр Да? Как бы Вроде да Но обосновать Это вот Проще Именно вот так Перпендикулярно Перпендикулярно